Новая задача к 2025 году – увеличить количество производимых машин до 72 экземпляров в год. МС-21 – новейший магистральный самолёт, для которого крылья, элементы фюзеляжа и навигация изготавливаются на Ульяновской земле. Авиастар-СП – крупнейшее предприятие, занятое в авиастроении. При увеличении объёма работ вопрос привлечения молодых кадров стоит ребром. Как удержать перспективных специалистов и улучшить условия труда – область компетенции правительства Ульяновской области и федеральной резиденции. Разработали закон молодых специалистов. Очень ценно, что на вашем предприятии активно и успешно работает совет работающей молодёжи и реализуется молодёжная программа. У вас есть замечательные возможности для профессионального развития и социально-деловой активности, социальной поддержки и обеспечения жильём молодых специалистов. Для этого во время рабочего визита первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенёва было подписано соглашение о реализации молодёжной политики. Документ гарантирует создание условий для адаптации начинающих специалистов и работников машиностроения на новом месте, повышение престижа инженерных и технических процессов, а также социального статуса. Консолидировав силы, удастся добиться главной задачи – улучшить объёмы производства и качество жизни. Со многими губернаторами я дружу, но есть некий критерий, какого профессионального качества задаются вопросы. Я понимаю, что за плечами Бауманка, но у меня есть ощущение, что наш губернатор сможет решить очень многие важные задачи для наших предприятий. У нас есть замечательные университеты, что классические, что технические. У нас есть большой вызов – это решение кадровой задачи. Вот с Алексеем Юрьевичем мы как раз будем сейчас обсуждать, как в рамках научно-образовательного центра инженерия будущего сформировать тесный контакт между вузами, индустриальными партнёрами, для того, чтобы повысить свои конкурентные преимущества. Сегодня научно-образовательный центр работает в тандеме с двумя опорными вузами региона – УЛГУ и УЛГТУ. На их основе воплотить идею инженерии будущего и обучения молодых талантов – задача выполнимая. На факультетах представлены соответствующие компетенции и направления. Дело остаётся за малым – федеральной поддержкой. В этом смысле, конечно, очень важна федеральная поддержка, потому что не только должны быть ресурсы потрачены областные, но и федеральные. Вот это задача ближайших пяти лет – как можно больше привести сюда федеральных средств для ещё большего развития подобных производств. Студенты представленных вузов могут проходить практику на базе Ульяновского конструкторского бюро, которое занято в производстве деталей для ведущих самолётов. На выездном совещании с участием правительства Ульяновской области и Владимира Гутенёва было заключено соглашение между предприятием и Институтом образовательного развития.